и так приветствую вас дамы и господа и добро пожаловать на вечернюю трансляцию по плэйн скейп турманд финал плэйн скейп турманд здравствуйте дэни дросси анатолий здравствуйте драконастар здравствуйте тут татис дросси здрасте джин здравствуйте игорь дросси тезанта здравствуйте луки дров по-моему по новостям особо интересного ничего нет разве что по-моему показали кусок геймплея Black Geyser, Courier of the Darkness. И сказали, что бета-версия будет доступна в конце весны. Вряд ли вам это что-то говорит. И, как сказать, рассказали, о чем будет первый фильм, ну, как бы, первый современный фильм по ДНД. Кто не знает, его делают. С лучшего позволения я зачту, потому что вроде как довольно со стороны вроде как довольно блорненько и интересно. Сюжет картины будет крутиться вокруг группы приключенцев, путешествующих по миру в поисках могущественного артефакта под названием Глаз Векны. Ну, допустим. Глаз Векны, равно как и рука Векны, требует за свою цену жуткую плату. Носитель артефакта должен заменить им части собственного тела. Но, видимо, они не в курсе, как это на самом деле работает. Ну, хер с ним, ладно. Глаз Векны тоже где-то есть. Студия по роману также подыскивает актера для озвучки золотого дракона Паларандакса, который является частью сеттингов Оргутом Риммс. Это правда. В мире игре он выступает защитником деревни Еритибум Тимбул. Господи. От жителей которой скрывал свою истинную личность, предотвращаясь человеком. Это тоже правда. Согласно информации от инсайдеров, картина Паларандакс встанет в качестве лидера группы Триадских рыцарей, который является последователем богов Элматора, Торма и Тира. А вот тут насчет этого я не знаю. То есть Торм и Тир, я согласен, насчет Элматора самобичевание через служение и справедливость. Очень-очень интересные три. В принципе, они как бы входят в один пантеон добрых. Но Элматора раньше не входил, видимо, теперь входят. Главными же героями выступает отряд приключенцев, ведомые Райвен Хейтуэром. Героя нет почти никакой информации, кроме детали о том, что он владеет пылающим кликом и терроризация гибели сестры. Видимо, стандартный пылающий меч плюс один. Другими членами отряда станут полудракон Хэк. Это довольно интересно. Полудракон, это всегда необычное. Хэк Кэр Вэй, Гном, Вор, Оливиан, Трикфуд. Я думаю, имеется в виду Гном, а не Дварф. И выделенца в маске Алиса Стилсанг. В принципе, стандартный наборчик. То есть, что у нас есть? Воин с элементальным оружием, полудракон непонятного класса, Гном, Вор и еще один воин. Видимо, один будет с одним мечом, а второй, возможно, будет дуалвейтом. От оконистной ленты выступает Эльф Дроу по имени Райзер Хорлбар. Понятия не имею кто, с учетом того, что даже имя дома его не указано. Кто это такой? Говорится, что это рабовладелец, некогда хозяин Рэйвена, его покойной сестры. То есть, какого хрена работорговец Дроу был на поверхности? Что, почему, как или их угнали в Андердарк? Как они оттуда выбрались? Потому что в Андердарке люди бесполезны, они ходят неправильно, у них нет инфразрения. То есть, вот к этому и есть у меня вопросы. То есть, как бы, как это работает? Помощь злодейных персонажей окажет Тифлинг, да малый брутальный воин, проходящий по прозвищу Зверь. Ну, в принципе. Ко всему нет вопросов, кроме как, ну, Эльф Дроу, работорговец, который как-то связан с главным героем. То есть, какого хера? Непонятно. Вот такая вот фигня. Здравствуйте. Так, с кем я поздоровался? Ой, вроде со всеми. Здравствуйте, носочек. Такой полудракон. Полудракон? Дракон с лицом человека? Нет, это... Большая... Представьте варана, который может дышать огнем и живет до 60 лет. Такая херня. То есть, это что-то вроде... Ну, как сказать? Большой кобальт. Только не плодится, как саранча. Разумен. И почитает своего... Дракона своего цвета, как за богов. Как можно получить полудракон? Дракон чисто с биологической точки зрения. Это... Нет, это не... Это... Это не те, кто с кровью драконов. Вообще-то. Это именно полудраконы. Это не колдун. Здравствуйте, мне. Торматический так, внешний вид. Рождаясь полудраконь, полудракончик ничем не отличается от обычных детей, родителей гуманоида. И первое время развивается именно так. Однако, уже в подростковом возрасте приобретают явные признаки крови дракона. Живут полкровки довольно долго, хотя, конечно, не по драконьим меркам. День тиборзовых драконов доживает самое большее до 240, серебряных до 340, и золотых могут потянуть до... Трехсот сорока. Тоже, да? Это чрезвычайно худощавый, очень стройный, гибкий, мускулистый индивидуум с длинными тонкими пальцами, оканчивающийся когтями и застрянными как уэльфов ушами. Кожа хрящена чешуя, но оттенок ее всегда отражает цвет родителя и имеет слабый металлический блеск. А вот волосы роскошные и густые, по цвету напоминают полированный металл, соответствующий оттенку родителя. Такая херня. ДИЛЕКСИЯ ПО ДНДН Я от них увильнул. То есть, как бы... Короче, двуногий дракон, по сути. То есть, зависит на самом деле от мира ДНД и от сеттинга. В некоторых компаниях там тело-тешуя покрывает, некоторых лицо такое, рептиловидное. Воландемор-то только более в драконью сторону. Вот такое вот. Здравствуйте, Олег Деркс. Здравствуйте, Орам. Первый раз слушаю, видимо, не лорные. Лорные. Они... Чтоб вам не соврать, сейчас скажу, с какой редакцией идут. Стройкой с половиной. Да. Да. Только потом их редконили в пятерке. То есть, раньше это были реально полудраконы. Ну, то есть, дракониды даже больше. По сути, здоровущая херня. Как и Лизардмен только умеет... Плевать... Ну, как человек-ящер, только убеет вот этим вот... Дыханием плеваться. В зависимости от цвета и... То есть, у него есть хроматическое дыхание в зависимости от цвета. И есть еще... Этот... Господи, как его... Все, да. И живут они до 60. Полагает, вложить прохождение и рассказать нам о производных... Производных от драконов. У нас же где-то даже была лекция по хроматическим драконам. Или по металлическим. Не, по-моему, по хроматическим. Правда, оно такое немножко устаревшее. Как дракониды. Только дракониды получались с помощью магии. Не вникайте. Там в пятерке все поменяли нафиг. Все. Чичи и абордер понеслось. С пятницы всех. Некоторых даже черный. Драконы могут превращаться в гуманоидов. Как они еще могли появляться? Здравствуйте, Эдюхос. Спасибо. Здравствуйте, Энерго. Прям как у Сапковского, да? Только Сапковский эту идею забрал еще в БДНД. Сапковский, кстати, только золотые драконы могли такое делать. Делать, в принципе, любое. Перед тобой призрак Дейнаара. Ее призрачное платье развивается. Легкий эфирный ветерок. Она стоит на краю черной мощной дороги, глядя в пустоту плана. Дейнаара. Любовь моя, тебе нельзя здесь быть. Ты должен немедленно уйти. Дейнаара, что это за место? Это крепость. Это крепость, сожалению. Место, которое держит меня в плену с момента моей смерти. Я не могу далеко уйти от ее залов. Если ты можешь вернуться в Сигил, то возвращайся, любовь моя. Или погибнешь здесь. Я бессмертен, Дейнаара. Не думаю, что мне стоит об этом беспокоиться и дожить здесь. Она качает головы. Нет, любовь моя. В этой крепости есть нечто особенное. Она окружена оболочкой, отрезающей ее от остальных планов. Именно эта оболочка станет преградой для твоего бессмертия. И как эта оболочка может служить препятствием? В этом нет смысла. Пока я находилась здесь, я познала природу твоего бессмертия. Любовь моя, это то, что поедает жизни других. Когда ты умираешь, оно пожирает другое живое существо вместо тебя и позволяет тебе жить дальше. Душа умирающего вместо тебя переносится сюда, в крепость, в виде тени. Я думаю, эта оболочка не даст бы ему бессмертию найти другую жертву. Значит, когда я умираю, другое умирает вместо меня. И если я не найду того, кто умрет вместо меня... Поэтому, если ты умрешь в этом месте, то это будет конец. Ибо здесь никто не живет. Так что будь осторожен. Возвращайся обратно в Сигил и покинь это проклятое место. Но мои спутники тоже здесь. Значит, они тоже внутри этой оболочки. Что случится с ними, если я умру? Любовь моя, если ты привел в это место кого-нибудь живого, то он в ужасной опасности. Как от тени, так и от тебя. Если ты умираешь здесь, то твое бессмертие начнет искать ближайшее живое существо в пределах крепости. И тогда твой спутник погибнет. Должен уходить сейчас же. Я не могу вернуться. Итак, можешь ли ты сказать мне что-нибудь полезное, что ждет меня внутри крепости? В крепости нет обычной тьмы, любовь моя. Только мрачные тени тех, кто умер вместо тебя. Энергия этого плана подкарамливает их. Их ненависть к тебе выше всех остальных чувств. Они не позволят тебе уйти. Она бросает взгляд на стены крепости. Не входи туда, умоляю тебя. Но там мои спутники. Я не могу бросить их. И следи о том, где они могут быть. Если ты привел с собой других, то они будут отделены от тебя. Такова природа этого места, что разделяет живых существ, а потом убивает их. Она выглядит расстроенной. Крепость тянется на многие мили. Найти твоих друзей будет непросто. Я должен найти их. Иного выбора у меня нет. Хорошо, любовь моя. Если ты намерен идти дальше, ты должен знать вот что. За входом в крепость есть большой зал с бесчисленными тенями. Ты должен двигаться быстро и не давать им собираться вокруг тебя, иначе тебя наверняка убьют. И еще кое-что. Да и Новоро умолкает, словно вспоминая. Внутри зала находятся огромные часы. Их голос становится тверже, уверенней. Часы, о которых ты говорил. Они стали ключом к спасению, куда ты был пойман здесь в прошлый раз. Она смотрит на тебя. Я знаю, что не смогу отговорить тебя от задуманного, любовь моя. Я буду молиться за... А, я буду наблюдать за тобой и помогу, если получится. Я принес твое кольцо, Дейнаара. Нашел твое наследство, оставленное мне. Кольцо по-прежнему хранит внутри часть меня, любовь моя. Когда ты носишь его, ты носишь с собой мое сердце. Она закрывает глаза и неожиданно ты чувствуешь внутри волну тепла. Дейнаара открывает глаза и улыбается. Я знал, что когда мы встретимся, она будет у тебя. Носи его дальше с моим благословением и поближе к своему сердцу. Через него я защищу тебя. Дейнаара, благодарю тебя, Дейнаара. Теперь я должен идти. Дейнаара, ответила мне. Ну, Дейнаара, Дейнаара. У меня тут своя вообще игра. Не обращайте внимания. Свои герои, своя игра. Название свое. Дейнаара. Там она Дейнарзу. Дейнара. А тут она Дейнара. Дейнара. Ну, казав, какой-то такой кощунство, как меня-то разозлило. У нас главного героя зовут, Земенович. Ну, блин, емет. Блин, где-то у меня рингтон был с такой херней, вот с его смехом. Так, ну-ка. Где-то там у меня эта херня ведь была. По-моему, сравнивалось со смехом Джокера. Такая крепотень. Не, видимо, сейчас не найти уже. Дан. Сырушка. Эти многогранные шары, кажется, предназначены, чтобы вылавливать и удерживать малейшие проблески света. Ну и... Защиты негатива у нас нету, да? Это древнее устройство напоминает забытую военную реликвию. Почти все оно покрыто пылью, кроме странной панели с рычагами. Любопытно, что на камнях вокруг панели много следов земли, словно недавно. Здесь кто-то ходил. Ну, пару лет назад, возможно. Смотреть панель. На панели находится ряд механизмов и рычагов, под каждым несколько отметок. Спешки нацарапанных кинжалом. Некоторые немедленно отметок, другие отмечены единичными отсечками. Под одним из них нацарапано Х. Не понимаю, откуда ты вспоминаешь, что рычаг Х как-то позволит тебе покинуть это место. Тяните, потянуть рычаг, отмеченный Х. Ну, привет, Стоптемыч. Сегодня пройдем? Да, тут... Фактически четыре зала осталось. Он легко опускается твое прикосновение. Затем, к твоему удивлению, расщепляется в легкий туман. Затем он распространяется на кисть твоей руки, которая начинает исчезать. Затем на всю руку, и в конце волна головокружительность, головокружение настигает тебя. Время, как стены вокруг исчезают. Что за... Попланируем на завтра? Понятия не имею. Скажите, Багуле славел. И в сфере мысли можно попробовать, опять же, то, что у нас уже было в голосовании. Да, Багуле славел. Ого. Можно попробовать вернуться в какую-нибудь из мемошек? Можно Lost Ark попробовать? Если вам такое интересно. Это колоссарение кусает, между прочим, да? Так, куда я лею? Подписывайтесь на мой журнал. улстарк фуфло серьезно вроде людей хвалит своя панель обмечена в экс так холодно где тот кто привел тебя сюда месте где ты его никогда не найдешь если ты думаешь взять его тут тебе сначала придется пройти через меня твои слова полны страсти и в них очень мало оснований если то даст мне возможность напинать тебе по заду то мне этого хватит любопытно причина того что ты идешь за ним теперь ясно хватит с меня трепать не хочешь драться тогда во можешь ли быть может ли быть что ты кажешься себе чем-то особенным в его глазах если если ты попробуешь пройти мимо меня тогда я это сделал я полуизверок и наблюдая за тем с кем ты идешь уже много жизни я знаю его сердце знаю что бесчисленное количество раз к нему испытывали страсть из всех них ты в истину самое меньше ты вещь испорченная твоими родителями и планами заткнись голову голову жопа служишь меня заткни ответь мне и ты познаешь молчание дитя значит ли тот за кем ты идешь что-нибудь для тебя его голос обработаны я 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Беда Субтитры делал DimaTorzok А я хилок себе бы не взял, да? Кто молодец? Я молодец Музыка 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 А мерать тебе нельзя, да? Я болен, не закрепляйся так. Бедо. Продолжение следует. Это все. Упдейти мой журнал. Упдейти мой журнал. Уж ты хилки все гадал, но видимо кому-то отдал. Так холодно здесь. Ах, фигурная девушка. Тогда умрешь. Упдейти мой журнал. ну шевели лапами господи как же он тупить просто космически но спас работал и фига не сработал не сработал спас смотреть шаром хотя он вроде бы выглядит обычно это шар как-то обманывает твои ощущения по старению шара ну просто полный идти у тебя создается впечатление что он похож на яйцо из которого от вот кто-то вылупится одно прикосновение тему мурашки бегут по телу ко всем борщим и радостям от шара исходит слабый запах протухших яиц и от этого у тебя сильно слезятся глаза нужно варим к сын конечно были то знаю что вы сами тебя тебя беги двери от ложь использую пушки затем портал спасибо за завет это Это тяжело, чтобы уничтожить саду из текущей. Это не место, который нужен для живого. Ах, Танари! У меня есть множество вопросов, на которые ты мог бы ответить. Твои цели во всем этом не особенно ясны. Мои цели не предназначены для твоего значения. Знания, падшие Танари, мое терпение, это единственное, почему твое черное сердце еще бьется в твоей груди. Теперь можешь уйти, забрав свою жизнь, если желаешь. Мое сердце отнюдь не черное, и я не боюсь за свою жизнь. Мои товарищи, мои друзья, у тебя в крепости. Я не покину ее, пока мы не воссоединимся, и человек, за которым мы шли, не закончит свое дело, переведя к его удовлетворительному решению. Нет, удовлетворительного решения столь идиотской проблемы. Ты покинешь это место и оставишь своего неумирающего товарища здесь. В его жизни не от страха. Единственная цена, которую он платил за смерть, потеря памяти. Несмотря на всю лестность этого предложения, я должен отказаться. Я не могу покинуть своих друзей. Та маленькая цена, что он должен заплатить тебе, эквивалент на его смерти. Я путешествовал с этим человеком какое-то время, и есть много вещей, о которых я не хочу, чтобы он забыл. Он забудет. Его судьба оставаться непомнящим. Он забудет тебя, Танари. Как забыл всех, кто прошел вместе с ним. Этим путем страданий. Но он существует, чтобы умирать, забывать и снова умирать. Он ничто. Это твое мнение. Дело в том, что я не хочу, чтобы... Ни чтобы он забыл меня, ни чтобы он забыл все, чего добился в поисках пути к этому месту. Он много страдал, и мои симпатии принадлежат ему. А не тому высокомерному созданию, что встает сейчас передо мной в позу и сражается как трус, убивая врагов на расстоянии, когда они не могут ответить. Ты больше не будешь его мучить. Танари. Может, ты сомневаешься в моей силе в этом месте? Демонстрация может заставить тебя усомниться. А, твои сомнения утихнуть. Ну как. А, твои сомнения утихнуть. Оп, у ворот, у ворот. Ну почти, да. Но агресс, наверное, одна из самых сильных наших товарищей. Ну, может быть, еще такой. Тоже довольно силен. Шароус. Как видите, с такой он-то, он сражаться побоялся сам. Только тенями. КОНЕЦ Шароус. Шароус. Пас. Блин, это долбанный урон негативного плана. Как они, кстати. Шароус. 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 Гадство. Бинтики помогут, бинтики-то помогут, только бинтиков, как вы видите, нету. Попробуем ограничить проблему. Бинтики помогут, бинтики-то помогут. Бинтики-то помогут, бинтики-то помогут. Бинтики-то помогут, 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 бинтики-то помогут. Бинтики-то помогут, бинтики-то помогут, бинтики-то помогут. Бинтики-то помогут, бинтики-то помогут, бинтики-то помогут. Да идиотизм какой, а. Здравствуйте, Сергей. Нет, понимаете, просто нагия, начиная с пятого круга, уже должна быть такой епичной. А тут ты, по сути, призываешь силу четырёх самых благих созданий мультивселенной. Ну, представителя этих созданий. То есть всё должно быть епично, по-самому, а не балуйся. Это единственная, по-моему, такая вот, как бы, коверная комната, так сказать. Ну-ну-ну-ну-ну, тише. Упдейти мой журнал. Понимаете, в чём прикол? Тут идёт, как бы, кат-сцена, и во время этой кат-сцены меня почему-то убивают. То есть рядом с вами стоит моб, который меня шотает. ШАДОУС Здравствуй, Анокса Грасс. Да, могу. Только уровня не хватает. Я могу пару раз в молоде жарахнуть. Я хотя вроде отдыхал специально перед тем, как пойти сюда. У меня должен быть полный набор заклятий, но почему-то его нет. Далее, да, ужасный тюней. У-у-у, бесец. Нормально, да, есть анимация. Выриняются мои бабушкины довольны. Упдейти мой журнал. Не позволяйте это end of this. Баг идёт. То есть там должна быть кат-сцена, но кат-сцена почему-то не триггерится, и происходит как бы убийство меня. А такого быть, по идее, даже близко не должно. То есть я должен быть не уязвим во время кат-сцены, а почему-то я уязвим. Жрисы из большая гора-то. Вот это неплохо, да. Звали их там. Блин, ну хп нет, заклятие нет. Как я их завалю? Руками? А-а-а, шайп, а-а-а. Зубей, швы. Это, блин, сраные высшие тени. Не, они тут какие-то боговы, наверное. Это реально боговы, что с ними делать? Можно их, конечно, прорвать и вести, но они меня могут заплететь и закидать. И выщите, и на сколько имба, и на сколько. Кондрит с обычным закратием, засчитывать негативы. И все, там хоть высшая тень, хоть нищая тень, хоть повелитель теней. Насрать. А-а-а, шайпа. Со-би-е-е-е. Продолжение следует... 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 беги двери беги двери ты ложь используя пушки затем портал где у нас еще пушки робот победил робот отступил ну или свалил технично или очень концу мир моим а дарвинг я понял не идем сюда но летит энд лайк тупик однако нет пулеметы жопа мы будем использовать только в самом крайней ситуации здесь одна была здесь одна была так это раз два три 4 а где 5 нет процера на так это есть только игра и и не предусматривает несколько в игре нет как бы вот так она потяните если вы это имеете виду вот но плетит энд лайк тэс Я ухожу. А, ну вот, порта прямо здесь сразу. Саюшка. Ну, надеюсь, что сейчас будет ухерительный диалог. П裁ить заказку к banksам. Скайки будут выражаться, и всю жизнь будет как торчеры. мы кинем сердце шаград нас конечно не простит но ширму вы ширму выкинем вот он и гнус злой злой и гнус до грамма кристалла звучит пульсирующий прозрачный свет который покрывает кратер в центре комнаты перед им пульсации света напоминает тебе биение сердца только медленно и нездоровая свет исходящий от кристалла сильно словно пальцами ощупывает углы комнаты покрывает мягким блеском разрушена лица статую окружающий кристалл сейчас все гнусом разберемся потом кристалл долбаный блин долбаный щит сраный и гнус он мне того что в бездну кстати отправить попытался второй раз серьезно подведем придется использовать наше аниме не факт что под щитом его просто аниме убьют а были этот огня дал меня защищает так бы я умер уже давно давно ну что и гнус нам всегда врагом был ты его дело это не молитву на одноразовую а и мы были дня у меня молитву это не молитву наше аниме Продолжение следует... Продолжение следует... У меня хоть реген есть у него, регена нету Продолжение следует... 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 — За что я тебя ненавижу, так это за бесчисленные вопросы. Твое безнадежное копание в поисках ответов. Мужчина говорит, будто рубит сквозь, рубит сквозь черты его лица, проступает злость. Время для вопросов прошло, теперь ты выслушаешь меня. Я первый прорвался в эту крепость, и чтобы тут нас не ждало, оно как-то смогло меня победить. Этого не должно произойти во второй раз. — Ты говоришь так, словно собрался сражаться с тем, что скрывается здесь. Мужчина бросает на тебя странный взгляд, затем возвращается к изучению. — Конечно, это единственная причина, по которой мы с тобой разговариваем. Не нужно, чтобы ты был оболочкой, но разум в ней будет моим разумом. Ты понимаешь меня? — Ты не намерен забрать мое тело? — Да. Он осматривает вот иконы шипами стены, потом снова порачивается к тебе. — Мы не покинем этого места по отдельности, уйти может только один. — Ты о чем? — Ты должен преклонить свою волю передо мной. Твои знания, умения, что бы ты там ни собрался за эту жизнь, все может оказаться полезными. Он снова осматривает тебя. — Это, несомненно, будет лишь каплей в море моей силы, но может оказаться полезным. — Если ты одна из моих инкарнаций, то у меня к тебе вопросы. — Я доставлю тебя довольство, ответив на некоторые вопросы, но давай недолго. — Это ты спас докона Ашрактлория и привел к смерти Дейнаару. — Молзамущенный сужается. — И что с того? Все, что было сделано, имело свой смысл. — Это ты дал докону неразорванную круг Зертемона. — Зачем? — У меня разорванный круг — это собрание лжи. Надо собрать столько, что только была рвота на неделю. Нам было необходимо, чтобы он перестал сомневаться в себе. — Ты сделай его, но ты сказал ему. — Возможно, там есть немного истины. Не знаю. Я знаю лишь то, что это была зануднейшая писанина, но эти слова придали ему веру в себя. — На самом деле там было, по-моему, пятый круг, и шестой круг были правдивы все остальные, и первый круг. А остальное все было наглое ложь. — Зачем? — Война вежества поражает меня. Он выглядит раздраженным. — Неужели ты не знаешь, что у него в руке? Этот клинок, что в его руке огранен его мыслями, подобная вещь при правильном использовании может уничтожить всю мультивселенную. Мужчина выглядит полностью ушедшим в своей мысли. Затем на его лице появляется усмешка и отвращение. Однако Кит отделился от нас, когда мы попали в крепость, и поэтому я не смог использовать его клинок. Хм, к сожалению. Ой, японский бог. Это ты удачил Морта из головной черепов? А что, Морта еще жив? Инкарнц некоторое время недоверчиво смотрит на тебя, потом раздражается смехом. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха! Этот вшивый череп, которому я не доверял ни на грош, клявшись, что у него есть информации, которой у него на самом деле не было, ради которого я прошел через мучение, вытаскивая его из колонны черепов, и который притворялся невежественным, едва я его вытащил. Ха-ха-ха-ха! Я баловал его, пока не вызнал все, что мне было нужно. Притворялся невежественным? О, да! Мужчина улыбается. Стал голоднажды, стал же от всегда. Но он посильнее, чем у черепа, все же позволяет раскусить его. И какую игру он ведет, что же он еще лгал? Инкарнация ухмыляется. Неважно, пусть у черепа будут свои секреты. Две нас он бесполезен. Это ты в ответе за татуировки на моей спине? Те, что я прочитал, очнувшись в муртуаре. А, указания? Он раздраженно кивает. Конечно, это сделал я. Я знал, что есть вероятность моего проигрыша и потери памяти. И хотел ставить некоторые наставления будущим инкарнациям. Поэтому он накалывал указания на свои спине, поскольку вещи вроде дневников... Он себя где-то ворчит, словно злится на самого себя. Так легко потерять. Однако указания были несколько расплывчатыми. Ты что, дурак? Инкарнация выглядит разневадой. Указания должны быть расплывчатыми. Я понятия не имел, что с нами может случиться, поэтому оставлял указатели. Как думаешь, что сделали бы пыльно, если бы прочли их? Или кто-нибудь даже еще более спятивший? Как быстро нас бы закопали в землю живем или вообще кремировали? Хорошо, однако зачем есть калфара, да почему именно его? Фарад? Инкарнация на мгновение задумывается. А да, король помойки с крутой свитой, думавший, что я буду легкой добычей. Он слегка улыбается, словно вспоминаю приятное. После небольшого кровополития я заключил с ним сделку. Он присмотрит за тем, что если его люди найдут мое дело, туда ставят его целехоньким в мартуарий. И, конечно, мне нужны были его люди, чтобы рыскать в катакомбах под сигилом. В поисках бронзовой сферы? Да, я сказал Фараду, что это единственная вещь, которая спасет его жалкую жизнь. Каким же он был мерзким пронерой. Инкарнация улыбается. Видишь ли, старый ублюдок после смерти должен был прямиком отправиться в колонну черепов. И он отчаянно пытался избежать этого. Поэтому я сказал ему, что перед сигилом есть некоторая вещь, которая может избавить его от подобной участи. Но она не спасла его. Это просто было нечто, что ты хотел найти с его помощью. Ха, конечно. Для него она была бесполезна. Никто не сможет так легко надуть свою судьбу. Он смотрит на тебя с раздражением. Однако ничто так не подстегивает человека, как обещание, что найденная вещь избавит его души от вечных мучений. Я намеревался забрать ее у него сразу после того, как он ее найдет. Просто потому, что самолично и ее поиски заняли бы слишком много времени. Он снова улыбается. И зачем мне это делать, когда на поиске можно подвигнуть кого-то другого? Ну да, именно так. Верим, кто-нибудь из Льдейфарда нашел ее для него. Почему она была так важна? Это был мертвый камень чувств. Инкарнация пристально смотрит сквозь тебя, будто разглядывая что-то вдали. Знаешь, что в нем хранилось? Хм, там было последнее воспоминание первой из нас, когда мы еще были одним человеком, а не цепью инкарнации. Если бы был какой-то способ открыть ее, то я смог бы взглянуть в его сознание. И посмотрел бы, почему все произошло. Да, лица инкарнации мрачнеют. Ответ на этот вопрос я всегда искал. Почему это случилось? Зачем мы стали бессмертными? Боюсь, теперь мы никогда не узнаем. Третья инкарнация прерывает вас. Быть может, на подобные вопросы нет ответов? А может, никогда и не было. Я не принимаю никаких возможных, быть может. Усмехается первая. Я ищу ответы. Именно это позволило нам достичь столь многого. Он с презрением смотрит на третью инкарнацию. Если бы наши жизни остались в твоих руках, мы не обалдали бы и толикой тех, зная, что нам сейчас заступны. И в этой истины таится сила. Он оборачивается к тебе. Ты поймешь, когда мы сольемся. Я тебе принес феру с собой. Она у тебя? Глаза инкарнация спихивает. Тогда твоя жизнь принесла нам хоть какую-то пользу. Ты видишь, как его глаза бегают, словно что-то считая. Когда мы сольемся, поищу способ открытия. Возможно, еще не все потеряно. Чтобы знамо морда, его история раскрывается. Вообще ни хрена не знаю. Я не сольюсь с собой. Это ты сольешься со мной. Человек смотрит на тебя, скептически улыбаясь. Я не сдамся никому, это ты будешь мною поглощен. Сомневаюсь. Ты собираешься со мной побороться? Это веселит его больше, чем все остальное. Ты не противник мне. Так, мелкая сошка. А ты попробуй. Да будет так. Его глаза становятся серыми, как туман, и легко улыбаются, будто в предвкушении. Посмотрим, что хранится в твоей голове. Вы скрещиваете взгляды. Его взор подобен камню, ложащемуся на твое сердце. Смотрите ему в глаза, попытаться заставить его преклонить свою волю и слиться с тобой. Ты продвигаешься по извилинному его разуму, и первое чувство, с которым ты сталкиваешься, это удивление. Не он поглощает тебя, а ты его, боеволе, сильнее. Ты чувствуешь, как он отчаянно пытается отвести взгляд, но не может. Он слишком слаб, и ты удерживаешь его, глубже внедряясь в его сознание. Это был наш последний разговор. Возвращайся к смерти, которой ты и принадлежишь. На секунду, пока он все еще сомневается, но потом внезапно расщепляется, и ты чувствуешь, как взрыв знания проносится через тебя, наполняя все твое существо. Кажется, знаний слишком много, чтобы впитать все сразу, и ты чувствуешь себя сбитым с толку. Слишком много знаний, слишком много ощущений, которые так же быстро идут на спад, и ты чувствуешь спокойствие. Частички знаний сложились в твоей голове, и ты создаешь их позднее. Сейчас важно только одно. Эта инкарнация не знала, как покинуть это место. Он ругал, чтобы склонить тебя к слиянию. Проклятие. Проклятие. Только примерно было инкарнации разумных, серьезных 4-5, включая нас. Просто инкарнации, которые толком даже себя не осознали и никак не проявили, не поддаются исчислению. То есть серьезных тех, которые были могучими воинами, магами, ворами, теми, кто себе что-то представлял, было единицы. Давай пообщаемся. Мужчина, напротив, похож на тебя, но его спина сгорблена, будто в ожидании удара. Он с опаской смотрит на тебя и щипит при твоем приближении. Его пальцы согнуты, будто он хочет задушить тебя. Руки мужчины покрыты ужасными наростами и шрамами, словно их окунули в кислоту, а левая рука в буквальном смысле слова пришита нитками. Кто-то троица по классам была примерно. Это, скорее всего, был вор. На самом деле, здесь они все одинаковые по классам. У них нет класса. Они уникальны во всем. Они одновременно и воины, и маги, и воры. То есть это мультиклассы. То есть поставьте чувака со статами 25 во всем. И старинным классом. И все три класса одинаково прокачаны. Вор, воин, маг. И они все как бы это одно существо. Поэтому безымянные еще такие дикие статы. Потому что он и воин, и вор, и маг. И все сразу. И не бывало силы. Относительно обычных людей. Что это имба? Мужик тысячи лет живет. Что вы хотите от мужика? Он каждый раз как бы перерождается более слабым, но воспоминания-то остаются. И каждая следующая инкарнация, которая осознает себя и не сходит с ума, становится проще. А аватары, ну, в какой-то смысле. Только воспоминания находятся куда как глубже. И докопаться до них куда как тяжелее. Кто ты? Знай. Ты не протянешь долго в этом месте, вор. Слина летит из во рта. Лицо искажает безумную усмешку. Лабиринт, сожаление и смерть. Вот все, что здесь есть. Что? Что ты имеешь в виду? Ты вор! Руки инкарнации скрючиваются, будто обиваются вокруг твоей шеи. Я прочувствую все кости твоей шеи, когда они будут трещать от моих сдавливающих пальцев. Верни мое тело. Ты носишь мое тело, как плащ, и ты позоришь меня. Я не вор и ничего у тебя не крал. Ты все украл. Я очнулся на улице города кольца, и все, кто видел меня, узнавали меня. Все, кто имел дело со мной, кому ты причинил вред, все не ждали меня, винили меня, пили меня, пока я не смог больше выносить голоса. И его пальцы сжимаются в его кулак. И я заставил их всех замолчать. Это ты оставил для меня ловушку в камне чувств, да? И то дневник, то додекадр, додекадр с ловушками. Додекадр, что-то я в нос внезапно стал говорить. Додекадр с ловушками. А он неотрывно следит за каждым твоим движением. Похоже, твое присутствие сильно тревожит его. Додекадр. Додекадр. Ммм. Так это ты позже к обедене Тиениса, да? Пытался уничтожить мое наследство? Да, я спалил фальшивые бумаги. Много-много лжи о моих фальшивых жизнях. Ммм. Чтоб сомневался, что это ты, да? То есть та инкарнация, которую госпожа заточила в лабиринт. Я нашел там твой дневник. Простая ловушка. Простое решение. Из этой ловушки я выбрался очень легко. Я мог бы сделать ее куда более сложной, более смертоносной. Мне не хватило бы ума создать ловушку, способную удержать меня. Ммм. Это ты виноват в смерти лингвиста Финла, так ведь? Ну… Похоже, вопрос его несколько смущает. Я многих убил. Многих нужно было заставить замолчать. Что с твоей левой рукой? Он смотрит на свою руку, потом поднимает глаза и улыбается. Все еще… Отходит. Так что снова придется пришивать. То все он чокнулся. Языкуя, поговорим без лишних ушей. Этого ты заговариваешь на языке у ее глаза и инкарнация расширяется. И он изумленно смотрит на тебя. Когда Веня был молчав, он отвечает на том же языке. Только я знаю языкуя. Откуда ты знаешь его? Ты прав лишь, что и знаешь языкую. Стало быть, если я знаю этот язык, значит я – это ты. Он лучше смотрит на тебя. Эти остальные, они не ты, так как они не знают языка уйо. Он кивает медленно. Я слышу тебя. Это место искажает нормальное восприятие. Мы вместе единое целое, и сейчас мы должны объединиться. Он выглядит испуганным. Я… К твоему удивлению, вориш возвращается к норме. И все модуляции в голосе пропадают. Голос спокойный, ровный и очень похожий на твой. Я не желаю больше так жить. Ты много страдал. Мы явились в мир, где ничто не имеет смысла. Где незнакомцы утверждают, что знают тебя, обвиняют в делах, о которых ты никогда не слышал. И пытаются навредить тебя. Он смотрит на тебя, в его глазах исчезает безумные близкие, не допоминают тебе собственные. Да. Я защищу тебя. Ты познаешь покой. Это ведь именно то, чего ты хотела, не так ли? Твои слова расслабляют инкарнацию. Он приковывает взгляд к тебе, его глаза тускнеют. За слабым шелестом он падает на черные камни. Когда он уже лежит на земле, задняя часть твоей головы охватывает слабое покалывание. И на тебя накатывает океан воспоминаний, силы, эмоций. У тебя какое-то время кружится голова, но, постояв минуту, ты приходишь в норму. Помутнение проходит, и ты снова становишься самим собой. Скоричи, ядушка, ну что вы хотите, если у него постоянно модуляция, было описано, что у него модуляция голоса, и он постоянно то орёт, то шепчет, то у него вверх-вниз, вверх-вниз. Я, как бы, тяжело сходу такое отображать, но что делать? Как получается, я же стараюсь. Теперь самое сложное, сливушка. Пока не могу, да? Мужчина, напротив, похож на тебя, но и в лицо во многом спокойнее. При твоем приближении слегка улыбается, кивает тебя, как будто одобряще. Ты в порядке? Кто ты? У нас когда-нибудь было имя? Или она была только у первого из нас? Он мягко посмеивается. Знаю, что здесь я твой союзник. Я, как и остальные, пережил смерть в твоем разуме. Эти, фикции, всё, что осталось. Но кто ты? А-а-а. Его улыбка гаснет, и во взгляде проявляется огорчение. А это, должно быть, сбиваю тебя с толком. Да, я объясню. Я одна из твоих инкарнаций. Когда-то я был потерян. Теперь я снова здесь. На самом деле стремит Влад Коп. Кто такой Влад Коп? Как это возможно? Я не знаю. Всё, чего ты касался в этой крепости, несёт в себе частичку тебя. Там, когда Венел молокает, задумавшись. Один из остальных, может, и знает, как это возможно. Но... Но не я. Если ты часть меня, то есть вещи, которые я должен знать. Когда персонаж смог сюда дойти. Ну, это одна из очень сильных инкарнаций, если вы имеете в виду безумца. То есть, это одна из очень мощных и очень сильных инкарнаций. Почему? Ох, хрен его знает. Ну, вот так вот сложилось у него... Так вот у него сложилось его, не знаю... Я. Да. То есть, в итоге он не всегда такой безумный, как кажется. Может казаться рассудительным и нормальным. Участливым. Но, по сути, он в шизофрении параноик. Такая вот фигня. То есть, одна из самых мощных инкарнаций. Ну, одна из. Четырех-пяти. Я прожил бесчис... Бесчисленное количество жизней. Почему здесь только три инкарнации? Я не знаю. Возможно, мы просто три части, что еще присутствует в твоем сознании. Как? Я не уверен, но мне кажется, что когда мы умираем, в сознании остаются следы бывшей личности. Я знаю, что иногда мы можем себя проявить. Как? Например, когда ты в опасности или близко к пониманию чего-либо. Я обнаружил, что могу направлять тебя, подтолкнуть к правильному направлению. Так значит, это ты был теми мурашками, что ползали по моему затылку так часто. Я понятия не имею, какие ощущения это вызывало у тебя. Но, вполне возможно, что-то так. Его тем статам, которые дали ГГПР, наверное, был, словом, сильно бойносливым. Вполне возможно. А, бессмертный ведущий, я думаю, что-то какое-то знакомое в аудиоспектакле. Я помню, что что-то он с озвучкой делал, но не помню, что именно. Больше извините. Есть еще кое-что, что я хочу знать. Ну и что было похуже твоя жизнь? Так нет, давай. Ранее ты говорил, что когда мы умираем, в разме остаются следы. Именно это позволяет тебе иногда проявить себя, правильно? Вероятно. Вероятно, мое понимание, ситуация не особо полная, но похоже, что так оно и есть. И мы можем некоторым вроде пробуждать чувствовать себя. «Итак, возможно, что первый из нас, и единственный настоящий из нас, все еще похоронен где-то в моем сознании». Выражение лица твоей инкарнации на углу меня не вздрагивает. Оно как окно, и ты внезапно осознаешь, с кем же ты на самом деле говоришь. «Так ты был первым из нас». Глаза инкарнации беспокоены, смотрят на тебя, затем он резко отворачивается. «Я знаю, что ты думаешь, но не в этом дело. Ты думаешь, что понимаешь, что осознание первого из нас как-то поможет тебе в этом месте?» «Это не так». «Но почему? У меня так много вопросов, на которые ты можешь дать этот вид. Почему мы стали бессмертными? Зачем?» «Потому что, если мы умрем по-настоящему, умрем инкарнация смотрит на тебя, ее глаза подобны стали. Царство смерти не и будет раем, особенно для нас. Если ты говорил с другими, то знаешь, что все зло, причиненное моими инкарнациям, лишь капля в море того зла, что совершил я. Моя жизнь, единственная жизнь, без всех этих тысяч инкарнаций, обрекает меня на вечность на нижних планах». «Но ты кажешься столь спокойным, преисполненными благими намерениями». «Я стал таким, да. Потому что для меня…» Его голос порождает странное эхо. «Раскаяние может изменить природу человека». «Но оно прошло слишком поздно. Я уже был проклят. Я обнаружил, что изменения моей природы было недостаточно. Мне нужно было больше времени, больше жизни. Поэтому я пришел к величайшей серых сестере и бросил ей вызов. Дать мне время, чтобы я смог исправить весь вред, принесенный мной. Дать мне бессмертие. И Рэвилл дала его тебе. Но когда она испытала его в первый раз, убив тебя, то ты забыл все. Все. Он кажется сломленным. И с тех пор планы гибнут. Великие преступления и вина в этом моя. «У меня так много вопросов. Кто ты? Какой была твоя жизнь? Кто…» Инкарнация качает головой, прерывая тебя. «Когда меня больше не станет, когда я сольюсь с тобой, ты получишь ответить на эти вопросы. Понадобиться время, чтобы в них разобраться, но они у тебя будут. Эх. Тяжело описать жизнь словами. Хорошо, тогда станем одним целым. Ты готов? И последнее. Просто…» Инкарнация замолкает и рассматривает черты твоего лица. «Прежде чем я уйду в забвение, есть вещи, которые я хотел тебе сказать. Что ты хочешь… что ты хочешь знать?» Парает тебе в глаза и смрачное выражение в лицо. «Жил ли ты своей жизнью, той короткой жизнью, что у тебя была? В итоге она… стой глотова». «Похоже на то недолго, то немного, что я пережил. Мне понравилось, и я не хочу все это забывать…» Он кивает. «На мгновение тебе кажется, что он собирается что-то сказать, но потом его жизнь по капле перетекает к тебе. Когда он падает на черные камни, твой затылок охватывает покалывание, переходящее в дрожь. Ты понимаешь, что инкарнации больше нет. прощай». Теперь мы отдохнули… и стали сильнее, но очень сильно сильнее. «Люшка». «Люшка». «Наконец-то я нашла тебя. Я искал с тех пор, как тебя разделил Кристалл. Эта крепостенница на сотни милей. Я боялась, что ты потерян для меня». Ее призрачные глаза скользят по твоему телу, отыскивая новые раны. Ты в порядке?» «Я думаю, да. Кристалл разделил меня, но я снова стал единым целым. Однако теперь я тут в западне». «Я подозревала, что истинным назначением Кристалла была твоя поимка, но не преграда для таких, как я». Она закрывает глаза. «Много видят мои глаза. Из зала крепости хорошо известна мне. Если ты поймать здесь, любовь моя, то я посмотрю, как тебя освободить. Куда ты хочешь отправиться?» «Я хочу встретиться с друзьями». «Как пожелаешь, любовь моя». Она протягивает руку. «Коснись у моей руки, и стену этой крепости перестанут быть стенами». «Я буду ждать тебя в смерти, моя любовь». «Там, по-моему, что не выберешь, она в одно место телепортирует». «Ой, сейчас будет очень больно. Это я помню. Больно не по-игровому, а больно физически, потому что сейчас будет, по-моему, 40-минутный диалог. Вот так вот говорящим призраком. Это довольно больно. Шар подругой, сейчас подругой». «Когда ты в этот раз берешь сферу в руки, обследуешь ее, ты чувствуешь, что в тебе пробуждается память твоей первой инкарнации. Но это не настойчивая или принуждающая сила. Она спокойная, как мысль человека, прошедшего огромное расстояние, чтобы поговорить с другом, которого не видел много лет. «Когда ты чувствуешь, что присутствие в своем разуме сфера раскрыв... Когда ты чувствуешь его присутствие в своем разуме, сфера раскрывается тебе в другом свете. Не как уродливо и отвратительно, а как что-то драгоценное, как наврожденное дитя. Это сфера — хранилище твоих последних мгновений, до того, как ты встретил Рейвел в Серой Пустоши и потребовал от нее невозможного». «Ты знаешь, почему споросил ее, и знаешь все, что тебе нужно сейчас сделать — это прикоснуться к поверхности сферы обеими руками и почувствовать раскаяние, когда камень раскроется тебе». «А где дергать мышу? Блин, я себе так задаю. Не нравится ничего не поделать». Смотрите, камень руками раскается. «Я, конечно, могу убрать мышу, но мне так будет чуть тяжелее». На сфере в твоих руках появляются складки. Ее верхняя оболочка облазит, начинает истекать слезами, вращаясь в бронзовый дождь, охватывающий тебя. Каждая капля, каждая частичка, входящая в тебя, пробуждает все новые воспоминания, потерянную любовь, забытую боль, горечь утраты. И с этим проходит огромный груз раскаяния, сожалений о необдуманных поступках. «Но ты теперь потерялся, потому что мышка, блин, не водил». И с этим приходит огромный груз раскаяния, сожалений о необдуманных поступках, сожалений о страданиях, сожалений о войне, сожалений о смерти. И ты чувствуешь, как твой мозг прогибается от давления, так много! Все сразу столько вреда, причиненного другим. Так много, что целая крепость может быть возведена из этой боли. Попытаться сконцентрироваться, держать себя в руках. И неожиданно сквозь поток раскаяния, ты снова чувствуешь свою первую инкарнацию. Его рука, невидимая и невесомая, на твоем плече поддерживает тебя. Он не говорит, но с его прикосновением ты вдруг вспоминаешь свое имя. И это настолько простая вещь, вовсе не такая, как ты это представлял. И ты внезапно чувствуешь успокоение. Зная свое имя, свое истинное имя, ты понимаешь, что получил назад, возможно, самую важную часть себя. Зная свое имя, ты знаешь себя. И ты теперь знаешь, что существует очень немного того, с чем ты не смог бы справиться. Рука первой инкарнации исчезает с твоего плеча. Он смотрит на тебя с легкой улыбкой. Так вот, каково мое имя. Но если я был… Первая инкарнация прижимает палец к губам, побуждая тебя замолчать. Он кивает на символ на твоей руке, словно указание на необходимость найти ему применение. Посмотри в свою руку. Этот символ, символ мучения, выглядит каким-то неустойчивым, словно с трудом удерживаться на твоей коже. Ты бессознательно подцепляешь его, и отдираешь уголок от своей руки. Символ отходит от руки с легким сопротивлением, словно стираемая корка. Держать символ, ты понимаешь, что можешь управлять его силой. Больше он не имеет над тобой власти. Я больше не нашу символ, значит ли это… В процессе осмотра ты понимаешь, что в твоей голове воцарилась тяжелая тишина. Ты больше не чувствуешь в тебе присутствие первой инкарнации. Нужно сделать символ мучения. Я чувствую сильнее. А вы или он опыта? Да, он весь опыт. Который он… когда-либо имел… маг двадцать первого уровня. Такая фигня. Ну по сути он должен быть магн двадцать пятого уровня. Эх ты блин. Тут не отдохнуть и мультики да не посмотрим. Да. Он по уровню кстати почти как ватербога заходит. А если уж ну это пошло. Ох. Ох. Редактор субтитров. Корректор А.Кулакова сырушка бога везде всерьез хоть почти и кого символ что получил а это было с какой же несет символ мучения который всегда был на тебе он свалился с твоей руки когда ты осознал свое истинное имя символ больше не минут на борт над тобой властью ты можешь управлять его мощью для обращения возмездия на своих врагов одно лишь владение ими призыв к его мощь обрушит на твоих противников все более страдания твоих предыдущих инкарнаций страшная вещь на самом деле все ребята погибли а 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 и это б на Эй, эй, ну-ка, верни в зад. Я умер. Может, вы имя более странно не перепротивляет мою меру? Ее новость нафиг. Здравствуйте, Курвад. Сеюшка. Поехали. Что ты сделал с моими друзьями? Что, реально спасти? Спасти, спасти. Они死ы? Да. Не так как ты, они только один из них. А, они сделали все, что ради тебя и сделали впустую. Дайте я голос подберу. Они умерли за тебя. Они умерли... Нет, слишком. У него не такой сиплый. Они умерли за тебя, как это всегда и было. Таков путь всех смертных. Это судьба всех тех, кто идет за тобой, безымянная. Ты многое забыл. Зачем ты это сделал? Они пытались повредить мне. Именно здесь и всех мест мультивселенной. Я защищался. Их смертность призвала их. И смерти были вызваны ими самими. Я дал им возможность покинуть это место. Но они решили помочь тебе любой ценой. Так ты убил их. Девочка Тифлинг с собой... С особой яростью встала на твою защиту. Я чувствовал к тебе. Горели яроще, чем огни Элизиума. И Тонария. Она была очень сильна. Ее способности переносить боль посраймила бы самих Баотезу. Я не получил удовольствия от их смерти. Так зачем ты это сделал? Это не было моим желанием. Не я привел их сюда. У всех их был выбор. И они предпочли умереть за тебя. Так всегда было с теми, кто следовал за тобой. Поскольку они страдающие души. И ищущие освобождение. Но они не знают почему. Ты забывал это. И снова забудешь. Я знаю, что ты моя смертность. Твоя броня. Она подобная переплетению веток. Подобные вещи говорят о магии Рейвел. Да, я то, что сила ведьмы отделила тебя своей магией. Я то, что сопровождает любую жизнь. Мой голос. Грохот смерти. Последний вздох. Шепот умирающего. Я был освобожден из темницы твоей плоти. Освобожден от меня. Момент разъединения с твоей гниющей оболочкой. Я познал жизнь. Познал свободу. Я не отдам их тебе. Мы не предназначены быть разделенными. Планы страдают от нашего разделения. Ты ничего не знаешь о предназначении и разделении, прежде чем ты снова лишишься памяти. Знаешь, что мы никогда не были предназначены быть единым целым. Это будет наша последняя встреча. Сломленный. Давайте сначала подеремся. Тогда я сдамся тебе. Приготовься, дух. Посмотрим, можно ли повергнуть мою смертность. Тогда приготовься умереть снова сломленное. Даже если я умру, я вернусь за тобой. Клянусь. Я снова выслежу тебя. Не важно, сколько это займет времени. Нет, это не возможно. Понимаете, у него голос обработанный. Ему добавили эхо и тембру сделали более глубоким. Я так не могу сделать сходу. Нет, немножко коры. Это будет последний раз, когда ты прерываешься в этих холях. Холях этого фортреса будут снова сломлены. Ты не будешь проблемами больше. Че, давайте на мультики посмотрим. Че, давайте на мультики посмотрим. Спас против смерти, естественно. Если быть одним, то что будет? А не им придешь. Он первый? Да, он первый. Теперь моя очередь It's this I will give you my campaign 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 There is nothing that I cannot do here I will give you my campaign 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 Нет концовки живых и счастливых. Вообще нет. Долбаный огонь. Дай цикле тебе посмотреть нормально. У нас сколько раундов на меня тут повисит, мне интересно. Слушай, метеоритный дождь, видимо, тут реально метеоритный дождь. Вот это я понимаю, метеоритный дождь. Продолжение следует... Продолжение следует... Это было круто. Продолжение следует... Залко тут нету планарного портала Векны. Когда он портал буквально на солнце открывает, то есть он буквально портал на солнце открывает и тебя солнце сжарит. То есть там буквально энергия солнца выжаривает цель. Там портал открывается, один портал за другим, еще портал. Такой бинарный, только лучше. Продолжение следует... Кислотный штурм, просто кислотный штурм, да? Ну мы вроде все посмотрели, да? Кроме смертельного удара. Ну и все. Было красиво, но необязательно. Давайте пойдем на нормальную концовку. Продолжение следует... Тогда есть кое-что, что я хочу знать, дух. Я многое прошел, у меня появилось к тебе множество вопросов. Я позволяю это в последний раз. Потом крепость вновь замолчит. Тогда ответь на мои вопросы. Задавая свои вопросы, но зная, что ты никогда не вспомнишь ответов. Мои друзья, я хочу, чтобы жизнь вернулась к ними, чтобы они могли свободно уйти отсюда. Нет, они мертвы, мертвыми и должны оставаться. Почему? Ты не можешь спасти их? У тебя не хватит на это сил? Не ставь мои силы под сомнение в этом месте, нет ничего, что я не смог бы сделать. Особенно теперь, когда я избавлюсь от тебя. Но у меня нет желания спасать их. Они бросили мне вызов в моем доме. Их смерть станет напоминанием всем остальным. Ты не можешь воскразить их, да? Сломленный. Во время твоих прошлых жизней я обнаружил... Накопил и сохранил силы в тайниках моего тела. Когда ты бился в черной десятилетней войне, все твои военные знания сохранились в моем сознании. Когда ты постригал магию вместе с безумным лумом, я учился вместе с тобой. Все, что забыл ты, не забыл я. Сила жизни и смерти лишь ничтожный отзывок моей мощи. Ты говоришь, что ты учился со мной. Когда я получил опыт, ты тоже получал его. Ты говоришь, что мы связаны, ты и я. Это мелочь, не имеющая значения. Да и она рассказала, что я могу вернуть лишь тех, кто умер рядом со мной. Но это то, что она пробудила во мне. Ты говоришь, что это лишь часть моей силы над жизнью и смертью. Твое сознание – пустой камень. Он затупился из-за неправильного использования и пренебрежения. Если у тебя и была сила, то ты давно разучился использовать ее. Если ты говоришь, что у тебя есть сила, то у меня она тоже есть. Даже если я не был там в момент смерти. У тебя не было долгих лет, чтобы научиться использовать силу жизни и смерти. Ты падешь прежде меня. Ты чувствуешь в голове волнение и внезапно осознаешь, что эти годы у тебя были. Ты все это знал в течение множества инкарнаций. Но процесс оживления займет некоторое время, которое тебе надо... Которого тебе твоя смертность не даст. Ты можешь оживить лишь одного из своих спутников. Больше просто не успеешь. Воскресительный новосток, товарищи. Патши Грейс. На самом деле, можно морду воскресить. Морд все еще... Он такой... Когда твоя сила касается Патши Грейс, она неуверенно поднимается на ноги. Даже при дезориентации она ухитряется каким-то образом сохранять спокойствие. Патши Грейс, мы в крепости. К сожалению, я нашел своего убийцу. Это моя собственная смертность, которая начала жить сама по себе. Мне действительно нужна твоя помощь прямо сейчас. Я уверен, что сейчас, когда мы вступили, этот дом не легко позволит нас уйти. Посмотрим. Это тебе не поможет. Ты оживил своих товарищей для новой смерти. Даже если мы умрем, я снова приду за тобой, клянусь. Снова выслежу тебя. Пять деремся, да. Все это не возможно. Ты меня привезли к всем, кто тебя приведет к этому месту. Я буду закрепить их жизни. Ты позволил мне сохранить мою присутствие forever. There is no one left in all of existence, who can tell you how to reach me. This shall be the last time you trespass in these halls. The halls of this fortress shall be silent again. You will try to be more. I shall break you a thousand times, then build you a new, so that you might die another death. So you are unwelcome here, broken one. Вообще говорят, что по модулю, вроде как, Сокизоя говорил, он очень активно изучает модули ДНДшные, он говорит, что по модулю это часть Бигби. Безымяночь. Сам его отзывы зовут его Бигби. Тому, которым принадлежит рука Бигби. Видите, волосатые лапы Бигби. Но похоже, не знаю, по мне так это фанфик, потому что Безымяночь все-таки прописан как отдельный персонаж. Я знаю, что это моя смертность, освобождение от меня, мне не предназначено. Так. Вот мои вопросы. Ты сделал все возможное, чтобы не встретиться со мной лицом к лицу. Почему? Ты думаешь, я боюсь встретиться с тобой, сломленный? Я не боюсь. И поэтому ты послал тени вместо того, чтобы убить меня самому. Им никогда не удастся убить меня, не убив при этом самих себя. Я послал тени, потому что они издалека достают цели. Но это мои глаза направляют их. Итак, тени могут путешествовать на расстояниях, на которых ты не можешь. Нет ничего, чего бы я не мог. Пока ты еще ни разу не покинул эти стены, чтобы сразиться со мной. Только посылал тени. Так сражаются трусы. Мои энергии необходимы, чтобы поддерживать это место сломленной. Иначе каждый раз умирает, ты чувствовал бы мою руку на своей глотке. Я не могу надолго покидать стены этой крепости. Но даже когда я был внутри крепости, ты послал Игнуса, чтобы остановить меня, когда мог сделать это сам. Маг был подходящим. Его ненависть к тебе была глубока. Я думал, он сможет отомстить тебе, если планы не могут научить тебя милосердию, то, может быть, боль сможет. Он хотел отомстить. За что? Это не важно. Ты уже забывал подобные вещи и снова забудешь. Итак, ты послал его остановить меня. Но после того, как он потерпел неудачу, ты не объявился для сражения. Хотя заявляешь, что можешь все. Вместо этого ты поместил кристалл на моем пути. Пытался поленить меня. Да, кристалл. Это тюрьма. Возможно, самое совершенное из тех, что были созданы. Я использовал кристалл, потому что устал отслеживать твои перемещения по планам. Тебя трудно отыскать. Я предпочел бы запереть тебя, чтобы проще было за тобой наблюдать. Кристалл был вполне подходящим местом. Хотел бы знать, как ты выбрался из кристалла. Мне помогли. Меня освободила Деонара, женщина, которая привела сюда много лет назад. Ах, разорванный любовью дух. Я слышал несколько раз ее отзвук в залах этой крепости. Больше она не освободит тебя. Ей не понадобится. Есть еще кое-что, что я хочу узнать. Я бессмертен. Но Рейгл сказал, что приведенный ритуал был дефектным. Когда я умираю, я утеряю память, и частичка моего разума умирает вместе со мной. В конце концов, после множества смертей, я потерял способность даже самостоятельно мыслить. Потеряя способность. Это не важно. Ты не можешь умереть. Твой разум может погаснуть, но твоя плоть будет жить. Этого будет достаточно. Достаточно? Для чего? Мы связаны с тобой, ты и я. Но слабо. Я не хочу твоего разрушения. Просто хочу удалить от себя. Если мы связаны, то когда я страдаю, ты тоже должен. Страдают слабые. Я терплю. И так, если я умру, то связь будет разорвана. Ты не можешь умереть. Хорошо. Если я не могу умереть, то ты вообще не существуешь. Ты моя смертность. Возможно, был. Теперь нет. Я изменился. Я приступил к пределу и стал чем-то большим. Возможно и так, но по всей сути ты остался моей смертностью. Если я умру, ты умрешь. Ты не имеешь понятия, о чем говоришь. Твои слова пустые, как и твоя оболочка. Нет, я уверен в том, что говорю. Если я погибну, то погибнешь и ты. Ты слушаешь, но не слышишь. Ты же знаешь, что не можешь умереть. Может и нет. Есть вещи, которые я хочу знать. Можно отвечать так зрителям, которые пишут про старания стримера. Если мы связаны, как ты сказал, тогда назови наше имя. Имя это то, что человек приобретает в результате своих действий. Поэтому имя, что мы носили, когда-то не имеет значения. Ты ведь не знаешь, как нас тогда звали, правда? Нет никого из существующих, кто знал бы наше имя. Это наш щит. Имя таит в себе силу, пока один из нас безымянный, а другой обладает силой. Нас нельзя поймать. Нас нельзя отследить. Нам нельзя навредить. Неизвестно наше имя создания. Узнав его, я стал сильнее. Ты лжешь. Наше имя потеряно, забытое, и так будет до окончания веков. Думаешь? Если ты часть меня, то ты знаешь, когда я лгу. Сейчас я не лгу. Даже с этим знанием ты не обладаешь силой, достаточной, чтобы победить меня. Обладаю. Но я не позволю втянуть мне в сражение, в котором нет необходимости. Зная свое имя, свое истинное имя, я знаю твое. Больше ты ничего не можешь мне сделать. Я уничтожу тебя! Нет. Это я уничтожу тебя. И я не хочу, чтобы ты существовал на планах. Прощай. И знаешь, что забвение поглотит тебя. Нет. Нет, не уничтожишь. Мы воссоединимся и снова станем единым целым, как и было раньше. Ты не знаешь, чего требуешь. Если мы соединимся, то это будет началом конца для нас и не будет нашего будущего. Мы будем и дальше страдать. Это лучше, чем страдание мультивселенной из-за нас. Если мы воссоединимся, то будем страдать слишком много. В нас осталось от сущности первого из нас. Мы будем прокляты. Ты не знаешь, что делаешь. Нет, я прекрасно знаю, что делаю. Я думаю, это единственный выход. Приготовься. Знаешь, что я всегда ненавидел тебя, сломленный. Если мы соединимся, я буду продолжать ненавидеть тебя. Знаешь, что когда ты окончательно умрешь, я буду рад этому. И я это переживу. И планы тоже. Знаешь, что моя ненависть к тебе уничтожит сами планы. Приготовься. Мы снова станем едины до конца твоей жизни. Прежде чем мы станем едины, как насчет моих друзей? Их можно спасти? Я сама смертность. Природа жизни и смерти для меня открытая книга. Хорошо. Когда мы сольемся, мои знания станут и твои. Хорошо, тогда я готов. Да. Игорь Негода Игорь Негода Игорь Негода Эти преступления должны быть оплачены. Ты не можешь отправиться туда, где скоро я окажусь. Я могу отправиться с тобой куда угодно, шеф. Если ты не против. В смысле, мы ведь были и в куда худших передря... Не в этот раз. Возможно, однажды мы снова встретимся на другом плане, но не сейчас. Прощай, Морто. Да, насмерть добор печенеть. Ты использовавшую силу стремительно поднимается поток воздуха, и Анна оживает. Анна медленно поднимает голову, потом трясет ее ошлабленно. Анна. Анна, ты в порядке? В произвуках твоего голоса глаза Анны расширятся. Что? Что с тобой случилось? Твой голос, он как эхо, типа того. Я изменился. Теперь я не считаю другое. Я не могу здесь слишком долго оставаться. Я верну тебя в Сигил, если хочешь. Что? Анна заставает нас с раскрытым птом. К-к-куда ты собрался? Много преступлений я совершил, когда я и моя смертность разделились. Эти преступления должны быть оплачены. На нижних планах есть места для таких, как я. И это наказание. Но я не хочу, чтобы ты туда шел. Я не забуду, чем тебе пришлось пожертвовать ради меня, Анна. Анна кивает. Кажется, она хочет что-то сказать, но... Молчит. Недавнее, невысказанное признание остается в ее сердце. Мне не нужны слова, чтобы понять твое сердце, Анна. Прощай. Когда твоя сила касается докона, он делает судорожный вздох. Потом еле-еле открывает глаза. Похоже, он едва цепляется за жизнь. Проснувшийся доконный шрак Тлора. Последний носитель клинка Карач. Слышит твое слово, дракон медленно кивает. Твой голос. Ты, наконец, познал себя? Да, это было тяжело и стоило множество жизней. Многие страдали, чтобы я снова мог познать себя. Познание себя – тяжелый путь. Познав себя, я познал, куда мне скоро предстоит попасть. Пока мы говорим, время, судьба настигает меня. И я не могу здесь дольше оставаться. Я верну тебя в Сигилдакон, если хочешь. Дакон умолкает на мгновение, задумавшись. Когда он снова начинает говорить, его голос становится более четким. Будто он разрубает какую-то связь. Знай, однажды я задолжал тебе. Знай, что ты спас мою жизнь. И знай, что я следовал за тобой, чтобы расплатиться за этот долг. Хорошо, Дакон. Наша смерть была двуединой. Ты покинешь это место свободным. Когда твоя сила касается падшей Грейс, она неуверенно поднимается на ноги. Даже при дезориентации она ухитряется каким-то образом сохранить спокойствие. Падшая Грейс. Падшая Грейс поднимает взор и на какое-то время задерживает его, глядя тебе в глаза. Затем легко улыбается. Но в ее улыбке больше печали, чем чего-либо другого. Твой голос, ты наконец нашел себя? Да, цена была высока. Цена стоила множество жизней, моих и чужих. Да, цены подобного не назовешь в медиках. Падшая Грейс изучает твои черты. Ты еще... Я тот, кого ты знаешь. На мое видение... Видение... Изменилось. Я не забыл тебя, если ты этого боишься. Падшая Грейс снова печально улыбается. Нет, не этого я боюсь. Я не могу здесь дольше оставаться. Моя кара зовет. Судьба и время скоро будут здесь. Я верну тебя в Сигио, если хочешь. Мое желание иное. Падшая Грейс приближается. Ее рука слегка касается твоей. Ты чувствуешь легкое, почти не ощутимое покалывание, потом оно убирает руку. Я найду тебя снова. Неважно, где и на нижних планах ты будешь. Я найду тебя. И ты найдешь меня. Это может занять много времени. Там, где я буду, время не измеряется годами. И мои преступления будут держать меня крепче любой клетки. Никакая клетка не разделит нас. И никакой план не разлучит. Лицо под шагрой становится похожей на камень. Помни меня. И мы встретимся вновь. Я никогда не забуду, чему ты меня... Чем ты для меня пожертвовала. Она качает головой. Просто не забывай меня. Время стирает все. Но тебя не сотрет даже вечность. Возможно так. Прощай, Грейс. Ты, используя свою силу, вкладывая душу в тело Нордома. Медленно, пока он не встает на место с легким щелчком. Дрожь пробегает по его контуру. И Нордом вскакивает на ноги. Нордом. Нордом мигает. И вот очки быстро сужаются с характерным пощелкиванием. Затем расширяются. Как будто у него косоглазие. Твой голос превосходит стандартные параметры распознавания. Я стал снова целым. Я изменился и вскоре покину это место. Я верну тебя в Сигил, Нордом, если хочешь. Запрос. Каков твой следующий пункт назначения? Нордом последует и защитит тебя. Я совершил много преступлений в течение многих жизней. Я отправлюсь в место наказания. Ты не можешь пойти со мной. Уточняющий вопрос. Ты не нуждаешься или не хочешь в присутствии Нордома? Ты не можешь идти со мной, Нордом. Это не мой выбор. Сейчас другие силы руководят моими действиями. Всегда руководили. Но теперь я не знаю, чем я являюсь. И с каждой секундой приближается все ближе и ближе. Нордом трещит пару мгновений. Потом его арбалет начинает звякать и бренчать. Нордом высказывает благодарность. Ты помог Нордому найти его личность. Ты помог мне найти себя. Я отпускаю тебя, Нордом. Исследуй, изучай, расти. Возможно, мы еще встретимся на другом плане, боя много веков спустя. Ответ. Услышано и принято к исполнению. Нордом ожидает обещанной встречи. Прекрати свои логические выколки, Нордом. Ты еще узнаешь, что есть лучшая защита, чем любые законы планов. Обещай, Нордом. Продолжение следует... Добро пожаловать в серые пустоши. На самом деле, я сомневаюсь, что это его там убьет, с учетом того, что он полностью восстановил свою силу. Я понимаю, что в принципе в пустошах сражаются довольно сильные чуваки. На большинстве случаев там сражается мясо, а он со своей чуть ли не полубожественной, ну, полубожественной аватарской силой там может один армию крушить. Так что в принципе он вполне реально может выжить в войне. Чей стороне будет биться безымянно. А вот хрен его знает. С другой стороны, кто его единственную жизнь сможет отнять? Ну, тут вот тоже очень интересный вопрос. Кто обладает достаточной силой, чтобы убить его? Это весьма сомнительно. Что кто-то сможет это сделать? Нет, ну, вообще его могут убить довольно много кто. То есть, например, хранители планов его. Ну, короче, высшие демоны его могут там 5-го и 6-го ранга с ним пободаться. Но опять же, вряд ли они его убьют. Один на один. Он может и победит. Как он должен получить искупление? Сражаюсь. На самом деле, да, много кто обладает такой силой. Просто им обычно на войне не тусуются. Те, кто такой силой обладают. Он фактически там может жить, ну, сражаться до бесконечности. Из-за меня иначе откатить и четвертую редакцию заслужит прощения. Ну, молодец или не молодец, а? Я старался. Давайте записи остановим, дальше уже будет неинтересно.